Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео речь пойдет о том, как можно позволить себе звучать, как разрешить себе звучать. Многие люди, когда начинают заниматься голосовыми практиками, и в частности йогой голоса, обнаруживают себе это внутреннее непозволение звучать в полную силу, которая проявляется разнообразным образом. Это может быть как просто какое-то внутреннее отдергивание, как будто бы я боюсь кого-то побеспокоить. Притом это может происходить даже в пустом помещении, то есть когда рядом нет людей, и даже когда на километр рядом нет людей, все равно вот эта внутренняя система безопасности срабатывает. И отдергивает меня, и это переживается, как будто бы ты находишься в замкнутом пространстве внутреннем, ну метафорически. Второе вот проявление — это банально-небанальный ком в горле, который возникает у довольно многих людей. Эта ситуация справедлива в большей степени тогда, когда человек звучит в окружении других уже, и более того, когда он является центром внимания. И третье — это просто какое-то внутреннее волнение, какая-то тревожность, которая может быть отражением убеждения, установки, что как будто бы я не имею права на это, и возникает страх, что меня могут за это наказать. Хорошая новость заключается в том, что с этим можно справиться, что этот запрет можно нейтрализовать и открыть в себе эту силу по полной. Вторая хорошая новость заключается в самом понимании этого механизма. То есть это внутренний запрет, это когда я сам себе это запрещаю. То есть всю эту систему запретов, а по большому счету эта система внутреннего контроля моей собственной энергии, я создаю сам, все мы создаем ее сами, и как большинство психологических проблем, которые проявляются во взрослой жизни, мы это получаем, устраиваем все это в детстве. Система внутреннего контроля, которая как бы ограничивает наши импульсы, ограничивает наши движения, ограничивает наше звучание и другие проявления самого себя во внешний мир, она не является злом. Это важно помнить, чтобы не устраивать войну против нее. Она создана нами же самими, то есть нашим бессознательным, для того, чтобы уберечь нас от какой-то болезненной для нас реакции внешнего мира на наши собственные проявления. То есть это система внутреннего сдерживания, которая просто призвана к тому, чтобы вписать нас в окружающий мир максимально безопасным образом и максимально сохранить нашу целостность. Так работает бессознательное, оно в буквальном смысле воспринимает и реагирует на окружающий мир. Как минимум, наверное, лет до пяти, до шести анализирующее сознание еще не работает, и понятие как метафора, что это вот не в буквальном смысле означает то, что говорят, этого еще нет. Плюс есть вообще непосредственное восприятие энергии от других живых существ, и оно бессознательным классифицируется, например, как принятие-непринятие, угроза-неугроза, и если есть какое-то подозрение на угрозу, оно сразу же выставляет какой-то защитный механизм, чтобы это больше не повторилось. Так формируются блоки и зажимы, о которых сейчас довольно много известно, и с этим работают многие системы. Еще одна хорошая новость заключается в том, что все запреты, наши внутренние запреты, помимо того, что мы создаем их сами, по такому же точному алгоритму создаются все запреты, то есть не только на голос, просто на голос очень много энергии завязано, он очень очевиден, с ним просто работать, потому что его довольно просто обнаружить. Следовательно, когда ты работаешь с одним запретом и нейтрализуешь его через какое-то время, это влияет на прочность позиций остальных запретов. Не то, чтобы они сразу падают, как домино, но их железобетонные незыблемые позиции меняются, они становятся более шаткими и проще поддаются изменению. И таким образом мы можем демонтировать, можно так сказать, свою систему внутреннего контроля. Технически снять с себя вот эту вот систему ограничения можно простым действием, когда ты продолжаешь действия, в данном случае практики звучания, не обращая внимания на реакцию системы внутреннего контроля. Мысли, которые возникают, ощущения, которые возникают, даже ком в горле, естественно, постепенно увеличивая нагрузку и увеличивая жесткость ситуации, можно так сказать. То есть сначала я делаю это в компании только самого себя, убедившись в полной безопасности, что рядом никого нет, и работаю только с собой, наращивая силу, продолжая делать это действие, несмотря на систему внутренних ограничений. И таким образом я накапливаю опыт другого действия в другой, как бы, парадигме внутренней. И после этого я уже, после того, как я накопил определенную силу, определенную энергию, а стало быть, можно сказать, что, в принципе, взращивается еще какой-то новый аспект личности, я начинаю после этого пробовать это делать уже в окружении других людей, одного-двух самых безопасных, самых знакомых, какой-то группы, которая меня принимает. А потом уже и в такой нормальной агрессивной среде, которая может меня и не принять, к примеру, сразу. Далее, чтобы эта практика была более эффективной, чтобы она работала быстрее и основательнее, было бы здорово просто понимать, как эти запреты формируются, на чем они основаны. Вот в общих чертах, просто вот общий принцип. Мы уже обозначили вначале, что это система внутреннего контроля, которую создаем мы сами ради собственной безопасности. Есть еще важный нюанс. Грубо говоря, система внутреннего контроля – это определенная система убеждений или установок. Но все эти установки никогда не загружаются в нас просто так. Всегда есть некоторый акт, некоторое действие, которое является предварительным по отношению к ним. И это действие – это акт согласия. Один мой друг как-то сказал, он мой друг и коллега, и учитель в некоторых аспектах. Реальностью становится то, с чем ты соглашаешься. И в детстве, когда в нас загружаются те или иные установки, у нас, во-первых, нет силы противостоять взрослым, их авторитетности, силе в нашем восприятии. А с другой стороны, есть тотальное абсолютное доверие, особенно значимым взрослым, которые в нашем поле есть. Маме, папе, бабушке, может быть. И все, что они транслируют, воспринимают с нами как непреложное истинное, как некоторая вообще однозначность. И поэтому вот это соглашение на получение тех или иных установок, оно происходит, в принципе, по умолчанию. И сама по себе вот практика вот этого понимания, когда ты просто смотришь в свое внутреннее пространство, смотря на него как на пространство соглашений, она дает некоторую ясность, большую ясность. И она увеличивает эффективность практики, когда ты действуешь, несмотря на то, что внутри тебя есть эти установки, которые отражены не только в психике, не только в каком-то эмоциональном состоянии, но и буквально в теле. Тот же самый ком в горле – это вот прямое отражение в теле, и вообще скованность какая-то, волнение и тревожность. Если ты начинаешь просто смотреть на это, как на некоторое пространство соглашений, где я сам давал согласие, вот тут включается элемент осознания, включается элемент воли. Там не нужно специально с этим спорить, делать какие-то специальные действия, типа нет, на самом деле я не согласен там спорить с какими-то воображаемыми внутри своими субличностями, типа «как я мог дать на это согласие?» Нет, в этого всего не нужно. Требуется просто внимание. А дальше у каждого из нас есть функция внутреннего целителя. Это очень древняя функция, которая… То есть ее цель – это держать тело в целостности. Тело, сознание, эмоциональное состояние. То есть сохранять общую целостность, потому что в состоянии целостности мы максимально экономно, максимально гармонично расходуем энергию. И в состоянии целостности получается самая счастливая жизнь. То есть еще раз, функция внутреннего целителя, чтобы мы были целостными. А наша задача в этой практике – это просто направить туда внимание. И когда ты с этим работаешь и практикуешь, очередной раз ты выходишь там практиковать интуитивное пение, если мы говорим о голосовых практиках, о йоге голоса, ты как бы помнишь об этом, ты просто смотришь, ты периферическим своим вниманием отслеживаешь и ничего с этим не делаешь. Достаточно просто погрузить туда внимание. И там что-то начнет происходить, там что-то начнет работать. Конечно, с системой убеждения сейчас работает большое количество техник. И я всегда вспоминаю эту прекрасную историю с Робертом Дилцем. Это один из основателей НЛП – нейролингвистического программирования. История Дилца очень здорово показывает, как вот эти внутренние установки могут складываться в совершенно деструктивные убеждения, которые могут привести к очень серьезным проблемам на уровне здоровья, на уровне тела, в буквальном смысле этого слова, то есть материализоваться. Это очень известная история. Кто погружался в НЛП, наверняка читал, и не знает ее. Но суть истории вот в чем. Дилц работал со своей мамой. Работал с ее убеждениями. Предыстория была такая, что у мамы была четвертая степень рака, и ее выписали из больницы. Медикаментозное лечение не помогало, и по сути дела это был билет в один конец. А Дилц был искренне убежден в том, что причина таких серьезных болезней на самом деле лежит в деструктивных установках психики. И он через свои методы пытался это найти. Они работали день и ночь, перерыв только на сон и на еду, и в итоге вышли на несколько установок. Одна из них, суть ее заключалась в том, что все наши женщины нашего рода это порядочные и хорошие женщины, второе, это была не установка, скорее констатация просто, хотя в принципе тоже установка, что рано или поздно все женщины нашего рода заболевают онкологическим заболеванием и умирают от этого. И некоторая статистика это действительно показывала. А третья установка, которая сложилась на основе сложения этих двух в некоторую такую новую конструкцию, это если они порядочные и хорошие, и я такая же, и я не лучше их ничем, то почему я должна выздороветь? Следовательно, я должна пойти по этому пути так же, как и они. Суть истории там была, конечно, несколько в другом. У мамы была нарушена идентичность, то есть смысл существования. И в этой работе они искали определенные формы, которые могли бы перепрограммировать смысл жизни, и она в итоге прожила долгую счастливую жизнь, по-моему, еще 18 лет после этого. Полная ремиссия и все такое. А я из этой истории сейчас просто вычленил именно тот вот момент, чтобы сфокусировать на нем внимание, как порой разные установки могут складываться в такие вот уравнения, которые приводят к таким вот плачевным последствиям. И возвращаясь к тому, с чего я начал, можно работать с убеждениями разным способом, но вот самый первый, самый базовый, это когда ты смотришь туда, как в пространство соглашений, и воспринимаешь это как нечто, с чем я когда-то согласился. И ничего специально не делаешь, не споришь, не начинаешь никаких действий от ума, просто позволяешь себе это видеть, воспринимать, наблюдать. И за этим начнут происходить какие-то изменения. Заметить это по практике. То есть она станет просто более естественной. И придет в итоге то, что мы называем это состояние первичной радости от звучания. Когда ты не думаешь, ты делаешь это, получаешь удовольствие, кайф. Как, по-моему, Льву Толстому, кажется, приписывают эту цитату о том, что счастье – это удовольствие без раскаяния. Так что звучите свободно, наслаждайтесь этим процессом, смотрите туда осознанно, как в пространство соглашений. Очень много интересного можно найти. Можно просто это практиковать как еще отдельную практику, потому что работать будет на все остальные запреты и соглашения, которые есть в нашей внутренней системе, не только на голос. Ну что ж, я желаю вам хорошего звучания, хорошей практики, успехов в демонтаже системы внутреннего контроля и обретении свободы. С вами был Олег Российский. И до встречи в других видео, или вживую, или в онлайн. Намасте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok